Как техника изменит наш мир? Как мы изменимся из-за технологий? Изобретения, устройства и открытия, которые определят наше будущее. Вы смотрите проект ХайТек на телеканале Хабар 24. Я Иван Тулинов, сейчас расскажем о самых свежих и интересных высокотехнологичных новостях. Окна станут зеленее. Microsoft сильно озаботилась экологичностью Windows 11. Ранее компания тестировала экорейтинги для ПК под управлением своей новой операционки. Теперь же планируют сделать так, чтобы обновления устанавливались в часы, когда в энергосеть дома или квартиры пользователя, большая часть электричества поступала бы из возобновляемых источников. Это уже реализовано в очередной сборке Windows 11 Insider Preview. Данные о том, какие источники преобладают в каждый момент в энергосистеме, Microsoft будет получать из открытых источников, вроде ресурсов Electric Map и WhatTime. Воспользоваться этой функцией можно будет только если ПК или ноутбук подключен напрямую к электросети, а не при работе от аккумулятора. Естественно, это не единственный возможный вариант установки обновлений Windows 11 Insider Preview 22567, а лишь возможность более рационально расходовать имеющиеся ресурсы. При желании пользователь сможет устанавливать обновления в любой момент. Дополненная реальность для управления роборуками. Исследователи из Имперского колледжа Лондона разработали гибкую роботизированную руку, которую человек может привести в движение с помощью AR-очков. Механическая рука может поворачиваться во всех направлениях. Разработчики решили не ограничиваться жесткими конечностями и шарнирными суставами. Рука легко сгибается в разных направлениях. Такой уровень гибкости стал возможен благодаря слоям материала Майлара, которые имеют низкий коэффициент трения и при необходимости могут фиксироваться на месте. Однако придание роботу нужной формы оказалось трудной задачей для пользователей, и чтобы повысить удобство использования робота, исследователи придумали систему, которая помогает юзерам видеть в дополненной реальности, как настроить своего робота. В смарт-очках смешанной реальности с помощью камер слежения за положением пользователи видят перед собой шаблоны, наложенные на реальную среду. Затем они регулируют манипулятор, пока он не совпадет с шаблоном. При успешной настройке его изображение становится зелёным. Возможные области применения включают производство, строительство и техническое обслуживание транспорта. Поскольку манипулятор довольно лёгкий, он подходит для использования на космических кораблях. И он достаточно мягкий, чтобы его можно было задействовать при реабилитации после травм, помогая пациенту выполнять одно упражнение, пока его физиотерапевт выполняет другое. Дроны становятся более грузоподъёмными. В Эдинбурге, в Шотландии в компании Flowcopter создана установка, в которой авиационные двигатели внутреннего сгорания интегрированы с гибкими гидронасосами. И это открывает новые перспективы для дронастроения. Управление распределением гидравлического потока между несколькими двигателями беспилотника позволяет повысить манёвренность и устойчивость полёта. Мощность каждого из двигателей может быть до 130 л.с., а вес — около 5,5 кг. Масса двигателей внутреннего сгорания больше, чем у электромоторов, но у них значительно выше удельная мощность. Мультикоптер Flowcopter с полной заправкой бензобака сможет пролететь до 900 км с полезным грузом до 150 кг. Длительность полёта может быть до 6 часов. Сейчас проходят испытания прототипа Flowcopter, который в буквальном смысле привязан к тестовому стенду и учится держать равновесие в полёте, а также отрабатывает первичные навыки перед реальным вылетом в открытом пространстве. И на сегодня всё. Смотрите проект «Хайтек» на телеканале «Хабар-24». И помните, мы с удовольствием расскажем о ваших изобретениях или хайтек-стартапах. Напишите нам. До встречи!